Анастасия Малицкая 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 репетиция от этого никуда не денешься кто-то наоборот у него перевозбужденный он там не знаю купил себе наконец-то крутой спортивный велик он его так долго ждал и вот эти все разные люди со всеми со своими разными проблемами они все пришли сюда на сцену и надо все это быстренько очистить и всех организовать поэтому режиссер это и организатор он еще а помимо этого еще он должен хороший режиссер типов с которым не всегда комфортно работать я обожаю таких режиссеров которые знают все что они хотят потому что есть режиссеры которые не знают что они хотят они просто пришли на репетицию или приехали вот если это приезжий и просто как бы так так хотят чего-то там у него же есть актеры пусть они там все разведут пусть он все сделают они знают да а я чего я режиссер да я там вот а режиссер он должен изначально даже перед тем как он приступает к работе над спектаклем он должен знать материал от и до он должен узнать он должен знать все какая эпоха что если мы берем допустим вот как завтра была война у нас спектакль ты должен знать все автора книгу предпосылки когда вы разбираете материал когда садитесь за один стол а с этого начинается вообще да все спектакль все начинается с разговора когда мы касаемся материала режиссер это тот человек которым я могу обратить и сказать а почему вот так а он не должен ответить давайте подумаем или а я вот знаю поэтому а если я чувствую что режиссер плавает и даже не знает каких-то элементарных тут да тут начинается иногда такое ты просто замыкаешься закрываешься и тебе просто не хочется но это это каторга когда вот такое случается это очень-очень плохо в вашем театре режиссера прислушиваться к вашим советам идеи какие-то тоже по-разному бывает вот допустим рача махатаев он поставил уже три спектакля в нашем театре ревизор мы с ним девятнадцатом году гран-при взяли на международном фестивале поставил сиротливый запад по макдонаху и вот завтра была война это тоже его спектакль мы тоже вот недавно в октябре гран-при взяли международным он тоже такой знаете такой процесс был когда мы погружались когда мы все это ставили делали тут произошло очень интересно я по-моему первый раз такое ощущала и наблюдала в общем рача сказал потом когда мы уже все поставили сделали он сказал так что ребята все все придумали сами и у нас было такое ощущение что все эти моменты переходы даже вот эта сцена в кинотеатре когда дождь вдруг идет мы все это придумали сами и у нас всегда волну это поднимал что мы вдруг это сами все это придумали возникло тут же здесь сейчас родилось вот ну реально раз родилась но когда опять же время проходит это начинаешь думать и ты понимаешь что это все он сделал он так все это организовал нас расслабил нас перемешал и друг с другом как-то друг с другом как потому что там же класс а вот это невозможно сыграть вот когда вы 9 лет вместе учитесь у вас есть между собой какие-то отношения взаимоотношения а нам надо раз и сыграть это и вот он настолько нас растворил друг дружки и нам сделал как то все так что и получается как будто мы бы это вроде бы это сами сделали но если бы его не было мы бы это не сделали вот поэтому но кстати вот он доверяет доверяет и когда человек что предлагает актер он доверяет идет но андрей горыч допустим глушков супруг мой он сам с актерской братья он изначально актер а потом уже режиссер и в нем тоже есть вот это вот он даже некоторые моменты в некоторых сценах допустим есть у нас сцена в спектакле пигмалион он ее вот и у нас моя страна я и лизу играю александр сухов играет хиггинса и там есть сцена он специально оставляет пространство для того чтобы мы импровизировали он даже он прям не застрел не застраивает какие-то моменты а говорит каждый спектакль пожалуйста по-новому то есть он доверяет но не каждому режиссеру можно довериться и не каждый актер сумеет симпровизировать в общем кого-то надо прямо сказать ему так давай иди влево иди вправо садись все молодец а вы как импровизация я очень люблю импровизацию мы именно таким путем мы и детей учим вот в театральной студии старших особенно старших по старшую группу но импровизация это это настоящее вот то что здесь сейчас рождается но чтобы она была верная и грамотная а в нашем деле еще как говорят вкусная до импровизации надо чтобы человек очень хорошо ориентировался и понимал кто его герой персонал кого он играет как он может импровизировать а как он не может это вот иногда ну правда это это просто дано к кому-то а кому-то не дано это не знают они даже не плюс и минус это как-то и еще один да это такие тонкости нюансы а еще есть партнеры с которыми можно импровизировать из которыми я люблю я допустим очень люблю импровизировать саши суховым это на сцене это величайше слава макеев просто есть с темы которые есть сцепка и ты сразу понимаешь и ты знаешь что и тебе партнер не даст никуда уйти подыграть да подыграет все сделает все верно а кому с кем-то просто не надо некоторых людей это может сбить и выбить а это на сцене очень страшно будет реклидация просто забудет и все вы еще сказали что работа над спектаклем начинается с читки на со знакомства с тем какие еще этапы можете назвать работа над спектаклем много вот тоже у каждого режиссера по-разному приезжал к нам селин режиссер он ставил спектакль поляна был застольный процесс так скажем да за столом сидели но это было буквально чуть-чуть и сразу мы пошли в четкую его структуру то что он хотел мы вписывались в его рисунок с андрей горчим мы всегда читаем подробно и разбираем подробно застольный период он и причем андрей горечь еще такое практикует когда мы уже все собрали наметили он еще сырой спектакль но мы всеми за все мы развили мы дошли до конца он опять нас возвращает за стол потому что вроде что-то уже затерлась что-то уже забылась ты вновь видишь текст и думаешь о то ладно ухта я пропустила ничего себе такие такие моменты они уточняются а кто-то кто-то чуть-чуть сидит за столом сразу идет ногами допустим когда ставили завтра была война мы начинали вообще с этюдов этюды вот это то чем занимаются первый второй третий четвертый курс театральность вот этюды с чего начинается там допустим ты выходишь на площадку тебя один одно два слова и ты должен здесь сейчас сцепиться с партнером и просто одну какую-то показать сцену а потом мы уже шли причем завтра была война это ведь не пьеса а роман тоже есть различие когда у тебя есть пьеса когда тебе все роман тоже разные все а потом когда коррекционный процесс прошел мы выходим на большую сцену на площадку на большую и мы обживаем потом появляются костюмы нам становится страшно потому что вдруг что-то начинает давить вдруг что-то начинает падать что-то что-то новое вот милый друг последний наш премьера мультика это были дал безумно к это но это тоже вот опять же подход режиссера режиссер плаксин олег алексеевич плаксин город москва театр современник приехал к нам он очень много ставил нашим театр вот этот режиссер знает все он даже когда у нас была уже по нам последняя финальная примерка костюма он на ней присутствовал и он знал где что как пришить и как лучше сделать как сделать подчеркнуть достоинства актрисы где сделать прогиб выгиб где что как то есть этот режиссер знал даже как вот все узнал поэтому кстати это видно когда мы все одеты когда начинается спектакль это видно вот его любовь вот к этому потому что он все проверил он каждую ниточку иголочку все 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 это тоже а это это очень кстати очень волнительный момент правда когда что-то мешает это просто ужасно мы же часто бывает такое что в одном спектакле одну и ту же роль играет несколько до 2 а вот с костюмами как тогда у каждого свой костюм укажу свой костюм обновил менять у каждого свой костюм но это как и не она получается костюм он один и тот же выглядит так же но получается разных актрис разных актеров разных костюм причем иногда соблюдаются так скажем мы же все разные да причем как бы телосложения разные и где-то допустим что-то ниже что-то выше где-то подчеркнуть это убрать и где-то допустим закрыли где-то открыть вот эти нюансы иногда учитываются каждый потому что сцена она выпуклая так скажем там все видно все видно правда да а телосложение разное это очень много нюансов такая поэтому если хороший художник по костюм хорошие тоже мастер кто шьет получается получается хорошо вот рано или поздно любой спектакль и убирается с репертуара такие моменты вам разрешается по актерам какие-то реквизиты костюмы оставить тебе на память но костюм нет такого как бы он нависит в некоторых театрах знаю даже есть вот что-то типа музея потому что есть легендарные спектакли которые прошли там более 200 раз да и а это не тоже кто-то верит кто-то не верит но все-таки это энергетика накачана вещь накачана просто вот эмоциями жизни в этом костюме 200 раз человек простите там умирал рождался любил замуж выходила и так далее а какие-то у нас знаете у нас бывает наоборот вот не мы что-то собираем а мы что-то приносим потому что бывает иногда нужен какой-нибудь особый реквизит подстакане какой-нибудь с историей не знаю часы на цепочке и вы такие у меня тогда есть да и там какой-то его ты знаешь что в этом спектакле играет вот твой предмет вот мы отдаем то что реквизитерский так моя дочь очень любит сидеть в реквизитерском цехе нам столько можно найти обычно поэтому мы отдаем часть частица себя надо у вас есть традиции ритуалы которые соблюдаются перед каждыми премьерами ну еще кстати бывают разные спектакли разные ритуалы вот как бывает потому что когда спектакль мало населен маленькая такая компания так скажем допустим завтра была война мы как-то всегда друг с дружкой поговорим перед началом что-то там настроимся друг на друга и его допустим в спектакле завтра была война у нас перед самым началом мы ходим вдоль вот экрана на заднюю вот ходим вот это у нас настройка вот это кстати этим спектакль еще необычных он начинается с настройки актеры настраиваются друг на дружку ну а так подержаться друг за друга кто-то три раза через плечо кто-то почему это стучит кто-то просто я знаю у кого-то допустим ритуал есть просто минут 20-30 до начала уйти никого не видеть никого не слышать просто поэтому в общем разная жизнь разный спектакль требует разных подходов ритуалов да и для каждого актера а бывали ли форс-мажорной ситуации на сцене как вы находили выход из ситуации чтобы не показать об этом зрителю конечно да все бывает вообще все 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 бывает найти там и может на костюме замок лопнуть какой-нибудь интересный момент какое было бы такое потом бывают форс-мажорные там у актрисы туфля улетела как они быть вперед все бывает тут надо чтобы но если актер будет зажат так скажем он как бы волнуется тогда конечно а когда актер свободен легок он может все обыграть и все поведение симпровизировать да опять это вот опять же потому что ты очень хорошо знаешь в чем ты купаешься так сказать какой воде и ты спокойно может но у меня был форс-мажор но не в этом театре вот в предыдущем которым я служила город как считала кмолинский областной русский театр драмы это было лет так уже 6 а нет какой 5 8 в общем была у нас сказка пящая красавица и был это мюзикл как фонограмма включалась мы просто подпевали как бы запись было и не значит у меня там была ария я играл эту спящую красавицу принцесса аврора и значит у меня там на заднем плане танцует придворный а у меня ария что вот хотелось бы мне а там же ничего не там не разрешает все вертино забрали иголки забрали вот держит как будет все ребенка окружается и никуда ему нельзя этому ребенку ни вправо для его и вот там песня о том что ну вот вот хочется да вот вам вырвать свободу там любви там встретиться и в общем пою я пою танцую танцую и вдруг выключается музыка просто вырубается и все потому что скачок энергии аппаратура выключилась и потом вот и устроил но перед тем как она настроилась прошла целая вечность я думала просто я не знаю это длилось вечно и я мало того что я застыла просто остановилась и ребята сзади которые танцуют притворно они тоже замерли и все не знает что делать просто я иду я просто иду 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 к вам станет краю сцены мне девчонки потом говорят мне только щели что ты сейчас будет просто шаг и сбросилась бы просто туда я иду 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 медленно иду изображаю боже что делать если просто же не могу идти до свидания я просто начала как речитатива просто не музыки ничего даже как бы просто проговать текст я знаю просто я договорила 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 а раньше а после этого там укол у колодца надо веретеном и потом уснуть а на музыке как раз выходила эта ведьма только я не знал что она ведьма я сказала все слова поворачивает и пожалуйста выйдите за партнер всем вышел я уколола пальцы закрыла глаза и в тишине и в тишине такой задание закрылся потом сделали антракт музыку восстановили ну и мы пошли дальше но это конечно это это страшно но весело время проходит уже весело как вы настраиваетесь к атмосфере спектакля как вызываете слезы или какие-то другие эмоции ну это такая даже не знаю это основа основ наши эмоции душа должна быть внутри мутро оно должно быть как оживленная копилка не всегда говорю мой мастер то есть все что было у тебя плохого и хорошего ты должен все это внутри держать не забывать это струна такая она должна быть всегда натянута иногда это очень сложно потому что мы все же люди живые и у нас есть будет там маленький ребенок надо приготовить ужин надо сделать уроки в общем бытовые какие-то дела а вот это вот переключение она всегда должно быть внутри сидеть все это это нельзя забывать и просто там есть как погружение даже не знаю ты просто веришь и все это иногда очень сложно потому что если допустим там финале спектакля ты умираешь ты все это проживаешь через себя все это пропускаешь но хотя я тоже могу сказать что есть так скажем актеры представления актеры переживания да вот это две системы две два подхода две системы две планеты кто-то просто очень все это грамотно делает так скажем кто-то реально переживает вот так есть правда секреты мастерства люди которые уже много лет на сцене они могут по щелчку все сделать у них свой ритуал у них свои кнопки так скажем кто-то пропускает через себя каждый раз это по разным но как нас учили и всегда так делается даже если допустим ты ну грубо говоря оплакиваешь ромео да который умер у джульетта на руках вот я джульетта вот у меня рома умер чтобы все было правдоподобно мне надо настроиться и сказать не обязательно чтобы у меня в жизни кто-то умер это вот нам еще в институте говорили просто вся вот эта наша одушевленная копилка все что мы помним это знаете некоторые люди очень им плохо и они страдают когда умерла допустим их собака любимая или момент когда было плохо что-то там что-то случилось это все надо запоминать а потом внутри эту струну дернуть и она должна тебе помочь то есть кто-то как-то оживляет свои воспоминания да это может выживается в роли и думает как жилет да 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 есть такие вы знаете профессия она у нас очень опасная даже за всю историю вообще лицедейство так скажу да актерство там каких-то древних древних времен а люди всегда любили играть при это в природе человека ребенок рождается он любит играть вот бывали такие моменты когда у людей они теряли так скажем что что в на самом деле что не на самом деле реальность и нереальность было такое дорога как выживаетесь сильно принимать привычки какие-то или да у меня бывает но знаете вот когда у тебя это честно говоря очень тяжело вот допустим нас на прошлой неделе у нас было так в пятницу мы играли завтра была война искра она отдельный такой я даже не знаю да это прям личность да и я когда ее искала я очень много искала очень много читала вспоминала своих друзей одноклассников брала где-то примеры какие-то мне надо было ее почувствовать как она ходит как она говорит это было в пятницу в субботу мы играли том сойер где я баки тетчер маленькая девочка а воскресенье вечером мы играли милого друга где я мадлен и там совершенно другой подход другие руки другая осанка другой голос вот чтобы вот это все не потерять не растеряться и не потерять надо надо очень много работать просто колоссальный иногда труд так тяжело иногда иногда легко иногда очень тяжело когда еще на сопротивление идет а сложно когда персонаж не похож на вас характером очень сложно например какие персонажи не похожи на мне кстати за все вот мои 15 лет службы на сцене служения мне как-то прям практически всегда вижу они всегда были не любимого героини я единственная я я всегда думаю господи не дай бог бы что-нибудь играть я не люблю черный материал где много знаете когда вот допустим сейчас очень много пьес ставится где прямо теряться со сцены мне нравится я не понимаю этого бывает прям чернуха да то есть вот не самый низ жизни показывать самое одно 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 это не мое и я не хочу этого касаться потому что мы всегда все это через себя проносим а потом придется это все через придется а потому что ты как ты ты все равно тебе придется через это пройти ну как ты допустим вот искра она когда я читала и роман же да и все-все-все-все на фильмы известны все все знают и вообще как бы известный материал но все равно я перечитывала роман и вот сцена допустим где мать ее бьет ремнем и вот отношения с матери мне же тоже надо было что-то подкладывать и начинаешь бередить там самые какие-то свои воспоминания детская все и все это потом ты вспоминаешь тебе на тебя начинает ломать их иногда это очень но такого чтобы было прям супер-пупер не моё и этот у меня слава богу не было как-то всегда я всегда нахожу где-то вот что-то свое и это всегда тяну актер тот актер который актер актриса тот актер актриса которые хотят что-то донести а вообще в принципе в идеале мы ведь со сцены что-то говорим да мы живем и это очень ответственная такая профессия потому что приходят взрослые люди взрослые люди ладно они приходят каким-то своим багажом а в театр же еще приходят юные люди подростки неопытные у которых как белый лист и мы это иногда очень опасно театр кино фильмы все вот это всегда может что-то заложать за ранить может быть иногда что-то не то я вам сложно будет да или наоборот ребенок находится и вы подросток до находится на ком-то перепутье он не понимает ему плохо он что и он видит что-то на сцене а вдруг он убедить себя на сцене а вдруг он подумает тоже я ему какой-то выбор предоставят да вот допустим и вот этой дорогой все будет хорошо ты выйдешь и под опять же поэтому я не люблю черный материал когда он придет и допустим то в конце суицид или смерть или что-то это это иногда можно так запасть вот поэтому я не иногда в кино тоже показывать какие-то фильмы а сейчас сейчас вообще такая из-за интернета и все сейчас так доступно и иногда мне прям страшно а если вы ладно я посмотрю да этот фильм и я профильтрую подумаю так ну это это что за глупость это это бред вообще не менее спасибо а ну да хорошие планы спасибо а кто-то же это примет как водка за чистую монету кто-то скажет да вот он же так сделал все я пойду так делать как близко к сердцу через себя поэтому иногда мне прям ближе советское кино чистые хорошие фильмы чем вот иногда прям смотрю думаю да интересно как проходят кастинги театр ну вообще в театр можно попасть когда закончил или выше или средне да можно институт можно колледж можно это но в принципе можно прийти и грубо говоря с улицы да можно можно прийти потому что бывало могут правда могут если да если потому что правда вот у меня даже ребята которые ходят театральную студию есть самородки есть такие ребята которым еще там допустим 14 15 лет а он может больше чем какой-нибудь актер который уже как актер и получает зарплату как актер есть нас есть самородки ну единственное конечно чтобы человека увидели поняли подходит ли он потому что тут никак не всеядная профессия вот так вот просто просто любой найти не сможет там ведь как надо подготовить какой-то материал в любом случае стих баснет как на поступление если человек поет танцует вообще великолепно потому что это только плюс и и естественно надо как бы ну то есть пройти в тут а ну как показать себя а там надо что-то что-то какая-то вот это из искра искра она должна сидеть в человеке ну и как бы еще такая профессия знаете люди которые они не задерживаются там надо вот представьте каждый день приходить и через себя пропускать и вот это все каждый божий день выходить и играть а когда у тебя два три спектакля а когда у тебя новый год это это мало того что ты должен быть талант литая ты еще должен быть здоровый титаническое здоровье должно быть потому что это правда это актеры я помню еще не знаю ни одного здорового актера это я неизвестная личность здоровый актер кто это потому что это всегда это либо простужена спина это либо проблемы суставами не знаю просто у кого-то что-то переломано 350 раз уже у кого-то проблемы допустим там голос еще тоже наш хлеб да все это гибкость наша это иногда бывает тяжело насколько важна память для актера можете поделиться хитростями как вообще запоминать столько текста ну тоже кстати все по-разному вспоминают кто-то у кого-то кто-то знает свою память и кто-то знает так мне нужно просто заучить кто-то прям так все я на себя не надеюсь мне надо сидеть и учить но чаще всего он запоминается сам потому что мы когда разбираем материал мы разбираем не просто слова мы разбираем взаимоотношения что ты хотел этим сказать как ты почему ты это сказал зачем ты это сказал и он во внутрь вкладывается рождается то есть уже эти слова они как будто твои слова как будто ты подумал и вот так сказал христиане буквально вы можете как-то по-своему но по-своему кстати можно можно но не везде потому что допустим если играешь какого-нибудь островский чехов дан своими словами никак это и только если актер очень филигранно владеет потому что язык там другой если ты что-то по-своему скажешь что сразу выйдет ну допустим современной пьесы да возможно что-то своим но если ты уважаешь партнера своего если ты уважаешь человека там 22 человек у нас сидят один это звук оператор другой светитель и они музыку включает и светят на реплике поэтому если ты уважаешь их труд ты должен четко знать свой текст потому что если ты как бы ну типа того в общем приблизительно сказал он еще не знает ты чё имел ввиду включать тебе или не включать тебе музыку ты чё там хочешь вот поэтому и партнера тоже потому что иногда скажешь и это все ну да а как я пойму что ты все может и там еще целый километр текста хочешь сказать поэтому хорошо бы ну и я всегда думаю знаете как я вот думаю вот если бы автор был бы жив вот просто я автор я написала вот я чехов я пришел в театр ему было бы неприятно конечно если я извините писал причем он же он же писал же не просто так он видите слова он же что-то хотел им почему именно вот это слово они вот это значит для него это было важно и какого права я имею перековеркать и какую-то сказать лабуду сейчас побывает такое что актеры кино начиная сначала театры у вас есть такие вообще знакомые недели тем как они переадаптировались театров кино честно говоря это два разных мира потому что в театре у тебя есть только один шанс ты вышел ты не сможешь сказать о извините можно второй дубль я читать мне это не сказал вот этим театр сложнее ты вот вышел и живешь и у тебя уже нет никаких шансов вот а в кино можно дубль до дубль 1 2 3 там сколько хочешь там дубль можно наснять если времени много в пленке тоже снимать не хочу сейчас вообще все цифровое так что вот это раз потом в чем ну не то что минус в кино крупный план это ну как-то иногда глаза жесты ответственность то побольше а в театре все таки есть расстояние и зритель не всегда видит взгляд не всегда видит глаза вот тоже то родные иногда потом вы знаете у нас очень тесная профессия это же сказала иногда она ну интимное да можно можно даже так сказать потому что партнер тот кто с нами на сцене он не всегда наш муж в жизни или жена так скажем очень такая тесная до тесный контакт тесное соприкосновение опять же в кино есть дубль есть дублер не хочешь ты сниматься в этой сцене пожалуйста вот тебе дублер мне в этом плане очень удивил милый друг можно так откровенно играть да причем это не самый откровенный спектакль который у нас был спектакль тамирис я там играла тамирис александр сухов играл любовника вот и у нас была сцена любви вот но хореограф очень прекрасный хореограф мне так тоже повезло с ней работать спектакль кстати был пластический там вообще не было музыки там были только шумы и звуки и режиссер дала нам такую задачу ну хореографу дал задачу чтобы сделать эту сцену она классические получаются сцены любви но мы с сашей друг друга не касались ни разу у нас параллельно все было и нам тоже говорили что более ничего более сексуального мы вообще не видели в жизни но просто хореограф так сделал очень больше это же вот мне когда мои старшие спрашивают анастасия сергиевна как же вот вы там а у вас же там муж а у него жена а как же все это вот такая это вот такая профессия никуда от этого не денешься вот а в плане то что кто кино или театр для меня всегда в театре как-то все более что ли по-настоящему это это правда и кстати не всякий театральный актер может стать киношным и не всякий киношный потом может прийти в театр причем киношным тяжелее если ты допустим а сейчас кстати вот сейчас настолько все так развитие у нас шагнуло все вперед сейчас можно прийти просто в кино и не быть ни в каком театре ты просто пришел тебя кто-то увидел ты кстати раньше так было просто в кино попадают люди и все и просто они а просто бывает же допустим ищет какой-то режиссер типаж какой-нибудь ищет нашел где-нибудь знаю в домах не умеет да просто в кино же можно вырезать подставить замазать сделать и не факт что вот этот вот человек он потом придет театр станет актером вот вы и говорили про интимные какие-то сцены было ли такое что актеры которые играли любовные пары на сцене в жизни до влюблялись подруга добывает но вы знаете я это тоже звонка профессии когда это хорошо когда ты жизнь играешь любовь да потом все это чувствовать кстати всегда это очень много романов анджелина джоли брэд питт они сыграли вместе в фильме мистер инстит смит и потом стали вот мужем и женой это бывает я про другое могу сказать хуже когда наоборот хуже когда ты играешь любовь с человеком а ты с ним поссорился а еще бывают такие моменты тоже все живые люди когда супруги разводятся потому что не всякий мужчина принят не всякая женщина должен надо иметь холодный ум и разграничивать где дом жизнь а где профессия а иначе можно и вот это вот хуже когда допустим ты играешь любовь с чем с тем человеком который тебя бросил в жизни или с которым вы развелись у вас допустим ребенок остался а тебе надо с ним играть любовь и на поклоне держаться за руку вот это вот это тоже одна из нюансов не все кстати стоит тоже немножко тяжело вы часто колесите по стране если сравнить публику в каком городе казахстана самая приятная аудитория центральная знаете так тоже по-разному кстати бывает бывает мы недавно вот в пятницу мы ездили в курчатов наш дорогой родной который нам близко сказку выиграли их так вообще проведили боже как они кричали и причем они кричали дети не потому что они там интересные не хотели там сорвать нам спектакль им так нравилось они следили за сюжетом и они говорили кричали кто там украл эти луковицы кто не украл луковицы и с одной стороны нам было конечно немножко неудобно потому что ну как голосовода и внимание их взять но это такая просто даже не знаю волна вот такой в тебе верят тебе кричат тебе поверили что ты правда вот это украл ты правда вот это сделал и кричат и помогают и при чем все это очень и она ему вообще все на эмоциях а вечером мы играли завтра была война тоже такая теплая хорошая публика взрослая они очень внимательно смотрели я прям аж слышала как они дышат а финале слышал как он плачет плачет очень наша публика меня кстати поразила мы перед тем как ехали на фестиваль с завтра была война мы играли на сцене дома но получается играли в пятницу по-моему это было в субботу уезжали вот так и тоже так приятно что люди наши зрители тоже в инстаграм заходят нас читают смотрят знает по и по имя каждого актера какая-то вот тесная связь потому что раньше как-то было все это оторвало друг от дружки мы не знали ну как-то поаплодировали ну значит понравилось то есть не было вот этого вот этой обратной связи не было немножко было тяжело сейчас вроде как-то даже обратная связь появилась и и хорошо и тоже был был очень теплый спектакль спектакля давно не было зато была война вот именно и вот а мы еще на следующий день уезжали очень было волнительно что мы едем на фестиваль международный то такая ответственность тоже и не все и финале они нам аплодировали браво кричали и крикнули удачи на фестивале и это так потому что все что мы делаем мы делаем для них для зрителя это же мне для себя извините мы вот выходим и мы правда но бывает бывает же и обратная сторона бывает когда приходит на спектакль какой-нибудь 7 8 9 класс который поставили заставили я всегда думаю ну вот если мы заставили мы просто ну или уйдите или что причем я понимаю что вот среди всей этой массы там есть какой-то процент который смотрит спектакль но почему-то этот процесс до себе далеко взять его поближе а те которые хотят своих телефонах ковыряться на всякие вы подальше и учителя смотрю тоже не следят как смотрят ну и и все эти реплики и выкрики и это есть в каждом городе я уверена потому что и как читаю нас так было был зритель который вот просто ждет премьеру ходит там не знаю у нас был спектакль роману джульет он ушел для 10 наверно я была третьей джульетой велась спектакль и он прошел сколько он прошел раз и там были люди которые ходят 10 11 раз нужно изюзь узнают я знаю что в городе караганда очень хороший театральный зритель город очень театральный такой тоже любит там театр но все зависит от воспитания конечно еще такой вопрос бывает вообще такое чтобы актера была сценаристом или режиссером ну режиссерский путь там он то он бывает от режиссера становится из актеров вырастает давай просто на режиссера учимся режиссером стали вот в нашем театре андрей горыч глушков он изначально актер потом какой-то момент пришел ему доверили просто доверили сказали хочешь попробовать попробуй сам и попробовал и получилось и хорошо вот поэтому он да иногда он совмещает иногда он совмещает в одном спектакле он этот спектакль поставил он же в нем играет бывает такое вот кстати том стоер спектакль который мы с андреем поставили мы в нем и играем и мы его поставили но это тяжело потому что режиссер должен знать все и вся и конечно за всем следить и это волнение особенно при чем пред премьерны актеры все-таки должен вести только свое он там не должен думать что там и зами висит стоит что-то упадет или кто-то там сейчас выйдет он не должен об этом думать или думать чужой да да и чужом тексте это а это иногда очень тяжело но сценаристом даже не знаю царе там то быть это очень тяжело сценаристом многие люди сейчас разговорю это не умеет вот вы уже 15 лет являетесь актрисой и заметно по нашей беседе что вы очень безумно просто влюблены в свою профессию и расскажите немного о своем пути у меня очень интересная история в плане в общем училась я в школе гимназии номер пять в городе как читаю училась я очень хорошо и шла на золотую медаль автомобилька вот только только-только ент и вот это все началось и параллельно с этим я очень любила театр и ходила театрами студии потому что когда мне было 6 лет на мало пришла в театр работать но она работала и сейчас работает не актриса администратор она распространяет билеты и зрители встречает вот но вот эту всю кухню изнутри я с 5 лет я была внутри театра но профессии я не хотела чтобы для моей стал потому что я видела изнанку профессии и всегда это немного меня останавливал что именно вот какого изнанка что устают что нет выходных что иногда это на эмоциональном фоне очень тяжело что болит болячек болячек много болезней что вот как спортсмены болеют актеров тоже что болит у тебя голова и живот тебя скрутила умирать умерла у тебя собака всем плевать ты идешь и играешь жильету или лак там еще пострадать надо или какую-нибудь комедию это вообще у нас кстати было так что у моего партнера мама была мама играет комедии нам весело вот это все иногда конечно меня останавливало но просто я написала ент и мне не хотел одного балла до алтенберега золотой медали я так стало плохо потому что потому что я могла рассказать этот предмет потому что я просто не закрасила не тот кружок потому что я просто переволновалась волнение было очень сильное я что-то так подумал думаю душу что такое-то несправедливость то такая и никому и не докажешь и вот на этой волне я пришла к маме на работу и директор театра тогда был тарасов они ставили проект новый был рок-опера чингисхан и там нужна была большая масса людей массовка танцующих людей нужно было девять мужчин 8 девушек то есть требовалось прям такой вот в тот момент театре не было столько народу это помимо актеров то есть вот такая большая 20 человек пока масса масса и в параллельно этому все герои вы просто вышел сказал о привет здравствуйте ну пойдем ты чё там один стакан закончила круто как вы костюм хорошо хочешь быть актрисы две секунды да и все и получается он меня взял в труппу мы были как вспомогательный состав я не одна такая была были еще ребята и мы вот целый год мы это было очень тяжело потому что мало я знала как бы что за профессия я знала изнанку но в 17 лет во все это окунуться а там все были для этого белые пушистые они перестали быть белыми пушистыми а потому что ты выходишь на сцену тебя ответственность это уже не так знаешь про себя в расти спасибо до свидания под через год когда год прошел приехал иосиф и санжи дмитриев известный режиссер он ставил очень хороший спектакль царств небесных к сожалению уже нет его на белом свете вот и ему дали задание в колледже культуры культуры города как штал набрать курс и именно взять нас ребят чтобы мы просто отучились потому что мы уже вроде как в труппе мы уже работаем но без образования надо же азы это все это получить и мы три года учились очно и параллельно работали это утром ты играешь сказку а нет утром ты приходишь на пары потом бежишь играешь какую-нибудь принцессу там стоящую красавицу еще после этого ты бежишь на пары после этого ты возвращаешься это танцевальные репетиции вечером спектакль три года вот мы так существовали отучились и работали ну это было очень тяжело конечно но ничего это было очень весело это очень хорошая закалка очень хорошо после этого уже полностью страшно а после этого когда закончила средне-специальная так получилось что мы с ребятами поехали и поступили на заочное уже отделение в екатеринбург екатеринбургский государственный театральный институт и гт мастерская анисима самый по моему такой на слуху мастер среди вот нашим нашим кругу театральном вот а когда и параллельно я работала все все там работала 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 и на четвертом курсе я встретила андрея горовича он заканчивал тоже он учился он решит на режиссер учился я на актрис и мы встретились полюбились и он забрал меня сюда и вот уже шесть лет как я здесь теперь вы актриса которую мы вас но видим в главных ролях но это тоже не всегда было потому что я когда пришла пока приходишь пока роли там чуть-чуть где-то как-то кто-то потом пока спектакль до начинает мартышки нас какой-нибудь а потом у меня случился декрет декрет и вышла и как-то так вот после декрета что-то не остановится никак все 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 летит и летит летит и летит этот поезд он летит и летит но это потому что у нас тоже в трупе счастья такое у нас и сразу три актрисы ушли в декрет мамами а я красоту из него вышла поэтому еще так много сейчас и завершение давайте два основных каких-то вопроса что зачем нужен людям театр он раньше то очень нужен был а сейчас по моему еще в нужнее стал театр театр всегда очень интересное имеет влияние на людей на ум и раньше вообще как бы это очень было остро потому что раньше не было допустим даже когда не было телевидения да так скажем раньше вот люди приходили в театр и видели себя и могли подумать отдохнуть или наоборот разобраться потому что ты там сидишь сам собой сидишь темноте это тебя не трогает никто на себя не смотрит ты можешь дышать свободно ты можешь думать делать какие-то выводы решать какие-то проблемы поэтому некоторые люди допустим любят комедию чтобы просто отдохнуть от вечных проблем до депутин и да просто лечит кто-то наоборот ищет каких-то эмоционального выхода всплеска а это вот именно вписи и если допустим в кино ты приходишь там хорошо я смысле не умоляю возможности кино и великолепия его но здесь все таки вот он по-настоящему стоит вот он живой его попробовать можно до этого актера а есть такие спектакли которые где актеры прямо ходят зрительный зал то есть вот это вот именно такой психологический так скажем прием когда он тебя прям воздействует удалил ай театр вроде бы спектакль ряд прямо на сцене хорошо что до нас докатилась такая практика потому что за рубежом то уже это в принципе даже не знаю уже когда это началось а у нас наконец-то до нас вот это все приходит когда разворачивают бывает что зрители садят на сцену и или наоборот в кругу и мы вот существуем по-разному сейчас бы есть и спектакли бродилки какие-то куда-то в какое-то помещение допустим маленькое помещение людей загоняя то что сейчас сейчас очень сильно экспериментируют и вот у нас как было тоже много всего потому что игру этого это вот это взаимодействие проникание человека но еще еще он нужен для того чтобы воспитывать потому что тоже я не противник интернета гаджетов телефонов но мне кажется что уже этот телефон он у них из руки растет у молодых он просто уже как часть вот у меня даже приходят некоторые на занятия он она уже игру уберите его ничего не случится если ты уберешь телефон и положишь его на стол ничего не случится и вот это замкнуть то есть даже не знаю как зависимость да вот ты просто погружаешься человека не видно не слышно никак и ничего а когда говоришь от эту бумажку то бросил не мог ее до урна донести и тебе куда-нибудь посылают куда-нибудь да или когда-то в автобусе едешь и он сидит наушники телефон встань ты вот человек стоит там возрасте работала не да вообще просто он возраст он старше тебя когда на тебя понимают такие наглые глаза и как бы тоже говорят тебе куда идти что тебе делать сколько тебе лет 12-13 что 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 происходит что вообще происходит поэтому вот мне очень нравится еще завтра пола война мы кстати когда ставили этот спектакль я очень сильно волновалась поймут его или нет я прям некоторые моменты я прямо даже я у рачи спрашиваю гры просто говорю вы сейчас делаете а вот а там есть момент когда саша выходит в зрительный зал и свет включается он специально делал такие акценты специально некоторые сцены кстати там прям повернуты на зрителя него так мы говорим а вот так в зрителям и говорим это опять же специальное воздействие чтобы немножко растормошить чтобы немножко важные темы же хорошо и три совета начинающим актерам три совета первый совет если нет любви к профессии это вообще кстати не тоже плюночная это вообще всем совет если нет любви к профессии если нет полного погружения надо уходить работа должна приносить счастье любовь без этого мне кажется будет человек страдать ну-ка конечно у каждого свои обстоятельства это но мне кажется самый лучший врач который любит все это и досконально знать свою профессию потому что у нас еще профессия такая которая без любви никак потому что ты если выходишь дедом морозом или снегурочкой к ребенку если ты не любишь свою профессию не веришь в нее ребенок тебе не поверит вот второе это в общем просто обык спокойный обывательский обыкновенный совет над которым наверно будут смеяться беречь свое здоровье это тоже ко всем это правда это очень важно может быть все ведут без шапки ничего надень шапку лишним не будет это правда потому что идет время а потом здоровье если подводит опять же наша недавняя до ситуации по всем мире с коронавирусом когда ты болеешь это плохо вот но и третий совет это тоже наверное может быть ко всей праве как разной профессии это честный надо быть всегда честным своей профессии не врать если что-то где-то ты когда учишься что-то ты где-то делаешь а ну ладно там пройдет а ну ладно потом это вдруг где-то выльется что-то ты не будешь знать где-то ты будешь что-то наверное вот честность ко всему это к партнеру честно относиться знать текст почему ты можешь себе позволить не знать текст да когда ты к зрителю честно относиться это вот честно честность ты если к саму себе честно относиться спасибо большое вам анастасия просто поразительная была беседа всего вас очень приятно слушать спасибо большое вывод профессии важный переломный момент в жизни каждого человека чтобы избежать ошибочных поворотов стоит отнестись к этому делу с особой ответственностью я хвата кальмулава постараюсь помочь вам в изучении профессии изнутри спасибо за внимание до новых встреч а